вы на канале ярослава фролова и сегодня новости сегодня в новостях наши щенки тибетского мастифа им исполнился месяц мы проглистогольны кстати в 31 день я счет почему-то не снял ну вот просто сообщает мы глистогольны в 21 день теперь проглистогольны в 31 день они чувствуют себя замечательно едят мясо уже не провернуто уже кусочками я ему же режу кусочками мяса даю кусочками честно говоря это уже стало очень муторно потому что раньше что нарезал куска и бросил они крутятся мясорубки а сейчас уже все сейчас ножичком аккуратненько меленько режешь начал туда добавлять помимо красного мяса начал добавлять немножко носов говяжьих вот чтоб чуть-чуть чуть-чуть им потихонечку добавлялась уже другое мясо там с другими свойствами по щенкам мы их как раз в 30 на 31 день устроили фотосессии пофтографировали вывели их на снег принципе они очень неплохо себя чувствует на снегу единственное что чувствует что они слишком такие вот какие-то в этом году они такие большие грузные я смотрю просто видео месячных щенков своих прошлого года они уже бегали как-то у меня по снегу бегали а эти еще пока вот не хотят на я думаю этот дня три-четыре пройдет и тоже начнут у меня бегать прыгать потому что в рожалке уже прыгают через две недели получается 16 числа у нас будет проходить актировка щенков то есть мы их будем клеймить мы будем их описывать составлять общепометку так называемую общепометную карточку и смотреть то есть по качеству щенков определять ну по на данный момент все нормально все хорошо у всех щенков то что мы все-таки их мониторим постоянно сейчас все хорошо у щенков я думаю что и за две недели ничего не изменится это я к тому что начиная с 16 числа уже все кто забронировал по договору щенков их могут забрать кто не забронировал торопитесь потому что уже два щенка у нас забронирована уже точно сейчас насчет еще двух люди думают и возможно внесут как как только будет в ней внесена гарантированный взнос о том чтобы мы их сняли с продажи в общем торопитесь все щенки классные все замечательно собственно говоря в завтрашнем стриме завтра в 20 00 как всегда по воскресеньям у нас выйдет прямая связь стрим из рожалки щенков о новостях нашего хозяйства кролики пока нас мало чем радует вот на этой неделе никто не отражался поэтому о кроликах сегодня говорить не буду о козочках мы только что приехали в общем так как я еще не умею обезроживать коз а как вы знаете у нас хозяйстве исключительно только безрогие козы поэтому мы договорились с нашими друзьями и нам обезрожили одну козочку тоже одна у нас камола а одну надо было обезрожить то что даже к концу первой недели ее жизни было видно прямо такие бугорки что у нее появились рожки мы съездили нам обезрожили единственное что мне показать как это делается сказали не надо у тебя психика слишком слабая то что поэтому нас взяли унесли принесли сейчас я покажу как супруга их забирает из машины уже когда мы приехали домой и относит к маме но имеется ввиду к их маме козочки матильде масяськи 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 Уйдём, идём, идём. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Викер, что ли? Наши поясы. Папа, друг нельзя. Домой, домой, домой. К мамке, к мамке. Мя-мя-мя. Мя-мя-мя. Вдруг нет. Мя-мя-мя. Вдаль. Ушёл. Мя-мя-мя. Мя-мя-мя. Мамке. Папа. Бегун, 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 бегун. по новостям утячьего мира ну как вы помните наши индоутки несут яйца причем мне кажется что они уже в этот раз уже отнеслись у них заполнены по крайней мере два гнезда яйцами на одном гнезде утка села индоутка села на яйца прям видно нахохлилась такая их оберегает все утепляет там все засыпано сейчас попробуем подойти посмотрим как она сидит если нас там не сожрут я вам покажу как утка сидит на яйцах для меня это тоже впервые я впервые вижу как птица моя птица которая у меня в хозяйстве садится на яйца то что обычно я все ввожу инкубатором кстати про ин и про инкубацию утиных яиц пока ничего потому что я их закладывал вместе с куриными которые сегодня от вылупляются сегодня у нас да кстати у нас сегодня вылупление очередная партия куриц вылупляется мясных и с ними же я закладывал 20 сколько получается 20 дней назад до 21 день назад 20 20 день назад я закладывал с ними же яйца уток посмотрел через авоскоп то есть я их просветил посмотрел то есть принципе то почти все оплодотворены везде из зародыш но им еще лежать минимум неделю а то и практически две недели еще лежать поэтому пока ничего сказать не можем я их оставил в инкубаторе а все куриные яйца перенес в выводной инкубатор где будут выводиться птенцы ну есть такая штука то есть что чтобы не мешать дальнейшей инкубации яиц которые лежат в инкубаторе остальные уносит в выводной инкубатор где грязь где помыть попроще в другой инкубатор грубо говоря есть у меня самодельный сейчас покажу и у меня в личке и по всякому в комментариях где-то как-то спрашивают по поводу перепелок по поводу наших кур как они живут несутся все у них все хорошо показывать в этот раз в принципе сейчас могу показать напольное содержание как там все содержится у них вот давайте по традиции действительно я сейчас пройдусь покажу как перепелки поживают и как напольном содержание курочка нас сидят и при самом входе суда в курятник с напольным содержанием ждал сюрприз дверь замерзла оказалось что в курятнике не работает уже с утра вентилятор вытяженной который вы вытягивать всю влагу сейчас я его сниму помою и поставлю на место вот я почистил вентилятор повесил его он работает замечательно рядом висит ведерко для сбора конденсата воздух стал нормальный сухой но он не сухой нормальный стал курицам стало хорошо все замечательно нравится наши новости нравится наш канал ставьте лайк не забудьте подписаться на канал удачи